В эфире Лицкого телевидения информационная программа события. С новостями региона вознакомят корреспонденты Лицкого телевидения и я, Павел Балейшис. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Молодость инициатива развития. На базе Лицкого колледжа прошел районный форум молодых специалистов. Доброе сердцем. В Лиде прошел семинар-практикум для лидеров волонтерских отрядов района. Навык добра. В Лиде продолжается областная благотворительная акция, инициированная Гродненским областным отделением Белорусского детского фонда. А теперь об этих и других темах подробнее. Вопросы, волнующие молодых людей на первом рабочем месте, обсудили на форуме молодых специалистов. На мероприятие, которое накануне прошло в Лицком колледже, были приглашены представители сельского хозяйства, медицинской сферы, образования и культуры. Специалисты, связавшие свою жизнь с промышленностью, строительством и торговлей. Как встречают молодых специалистов в коллективах? С какими трудностями им приходится сталкиваться на первом рабочем месте? И соответствуют ли действительности представления о будущей профессии? Эти и другие темы молодые люди обсудили на встрече с представителями местной власти. Отметим, всего наличину по распределению в 2018 году прибыли 306 человек. Какую помощь лучше предоставить одиноким и пожилым людям? В чем нуждаются дети из неблагополучных семей? Какие есть возможности оказания помощи и поддержки инвалидам? Эти и другие вопросы поднимались во время встречи лидеров волонтерских отрядов с представителями райкома БРСМ. Узнать подробнее о волонтерском движении наличине удалось моей коллеге Лилии Киене. Кому-то необходимо простое общение. Кто-то нуждается в одежде либо продуктах. Кто-то будет рад канцелярии и школьным принадлежностям. А вот как определить, какую именно помощь нужно оказать конкретному человеку? Смогут объяснить и научить волонтеры отряда «Доброе сердце». Во время семинара практикума для их лидеров с помощью наглядных примеров опытные волонтеры демонстрировали возможности оказания помощи в разных ситуациях. Всего на Литчине 39 волонтерских отрядов, которые работают на базе школ, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Волонтерское движение на Литчине сегодня представляет 39 молодежных отрядов. Интересно, что Литское молодежное движение в этом плане не раз завоевывало призовые места в областных конкурсах и в рамках республиканских конкурсов. Волонтер «Доброе сердце» мы также были победителями. Поэтому очень приятно. И вот сегодняшний наш мастер-класс, я бы так его назвала, это, наверное, свидетельство того, что мы с ребятами постоянно работаем. Собрать подарки, расчистить снег или выслушать пожилых людей, приобрести канцелярию для малышей. В рамках акции «Чудеса на Рождество» мы выбираем помощь в школу с добрым сердцем могут учащиеся 8-й Литской школы. Они постоянные участники мероприятий, организованных БРСМ и волонтерским движением «Доброе сердце». Их руководитель Нелли Шимуль занимается волонтерством с 14 лет. Говорит, по-другому просто не смогла бы. Слишком многим людям нужна помощь. В прошлом году мы заняли первое место как лучший волонтерский отряд года. И в этом году мы заняли также первое место как лучший волонтерский отряд в социальной сети. В этом году я участвовала в проекте «В союз с друзьями». Попала я туда из-за своей активности в добрых делах, помощи пожилым людям, инвалидам. В прошлом году мы посещали детский дом, устраивали новогодний праздник для детей-сирот. Если у Нелли стаж добрых дел почти 4 года, то Маргарита Михно из Тарновской школы возглавила волонтерский отряд всего год назад. Быть волонтером, признается 15-летняя Маргарита, достаточно сложно. Зачастую необходимо тратить не только время, но и колоссальные силы. Однако результат стоит того. В нашей школе у нас идет аспект на пожилых людей. В нашей больнице есть так называемые социальные люди уже, у которых нет дома по определенным обстоятельствам. И поэтому, чтобы им не было одиноко, мы приходим к ним, поздравляем с различными праздниками. Вот у нас уже буквально близко на нас Новый год. И поэтому наша школа всеми силами, все дружно делаем открытки. Поздравляем, ходим. Вот недавно тоже был день пожилых людей, ходили, поздравляли. Люди очень сильно рады, звонили в нашу школу, поздравляли, благодарили. Потому что это очевидно, что для людей, которые живут одни, и у них нет так называемого постоянного общения, это не мы, что молодые люди, ходим в школу, общаемся каждые 5 минут. И для них это очень сильно приятно. Во время семинара волонтеры Литского района делились опытом, представляли свои отряды и, конечно же, обсуждали, какую помощь они могут оказать нуждающимся. Недавно на Литчине стартовала акция «Чудеса на Рождество», во время которой каждый из 39 отрядов района посетит детские сады и социальное учреждение Литчины. Акция «Недели добрых дел» продолжается. Сегодня новогодние герои посетили две семьи. Одна из которых проживает в агрогородке Гончары, а другая в Лиде. К акции присоединились представители Литско-районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса. Эгей, по ту сторону экрана. Неделя добрых дел в самом разгаре. Поэтому сегодня мы отправимся в новое путешествие. Ну что ж, наполним этот уже пустой мешок подарками от Личиан и в путь. Да, я помню, дедушка, что мы едем к Никите Козилу в агрогородок Гончары. А вместе с нами его хочет поздравить председатель Литско-районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов. Я знаю такого. Надо взять обязательно еще конфеты, потому что у Никиты есть братик. Никита Козил – пятиклассник Гончарской школы. Любимый его предмет – физкультура. Но, к сожалению, из-за болезни заниматься на уроках в полную силу он не может. В 2014 году у Никиты была диагностирована лимфома Ходжкина при увеличении лимфоузла. В Республиканском центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах ему были сделаны несколько блоков химиотерапии. В последние четыре года каждые три месяца ему необходимо проходить обследование у столичного врача-гематолога. Пример во всем для Никиты – его старший брат Егор. Он учится в девятом классе. Егор и с уроками поможет, и совет при необходимости даст, и поддержит в трудную минуту. Кстати, он решил свою профессиональную жизнь связать с медициной, так как очень хочет, чтобы его младший брат выздоровел. Да и вообще, чтобы люди, если и болели, то очень быстро поправлялись. Гостей в семье Никиты и Егора ждали. Мальчишки специально к их приходу украсили ёлку. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, поздравить их приехали председатель Лицкой районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов и председатель первичной профсоюзной организации Миноитовского ремзавода Таисия Мотивич, так как на этом предприятии работает мама Никиты и Егора. Несмотря на то, что мальчишки гостей ждали, увидев Деда Мороза и Снегурочку, Никита застеснялся, но ненадолго. Внучка волшебного старика раскрыла мешок и смущение, как рукой сняло. Ведь там были подарки. Никите – футбольный мяч, а Егору – сладости. Сладкие подарки, а также материальную помощь они получили от районной организации Белорусского профсоюза работников АПК и руководства и первичной профсоюзной организации Миноитовского ремзавода. О предновогоднем визите гостей Никита и его родные будут помнить всегда. Фото с ними займёт своё почётное место в альбоме. Спасибо Деду Морозу и Снегурочку, что пришли поздравить меня. Мне было очень приятно. Мне очень приятно за помощь. Спасибо всем, кто нам помог. И желаю удачи в новом году всем, чтобы больше никто не болел с деток. Волшебниками почувствовали себя в гостях у семьи Никиты и взрослые. И Таисия Мотевич и Александр Марсов сказали, что нет ничего приятнее, как делать подарки детям. Наша районная организация с большим удовольствием присоединилась к проводимой акции «Неделя добрых дел». И в канун новогодних праздников, рождественских праздников, мы были рады подарить детям минутку мгновения волшебства и мгновения радости. Надеюсь, в новом году все желания Никиты и его семьи осуществятся. Ну а мы с внучкой поедем дальше. Да, нас уже ждёт личанка Даша Кийко. Поехали? Поехали. Даша Кийко 4 года. Она весёлая, заводная и очень талантливая девочка. Любит петь, танцевать, лепить и рисовать. А ещё Даша знает много стихов. Мася варишьку одела, ой, кугаля пачек делала. Неку пачка попал за камышкой, попал. Мася варишьку снимала. Погетите, как носа. И систи, 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 на одожь. Качкой пачка взиёт. Глядя на Дашу, никто не скажет, что у неё есть проблемы со здоровьем. В полтора года у девочки выявили эпидемому четвёртого желудочка мозга с врастанием мозжечка с двух сторон. Лечили её врачи Республиканского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Даша перенесла 8 блоков химиотерапии и 30 блоков лучевой. Всё это дало результат. Уже год у девочки состояние ремиссии. Она ходит в детский сад, как и её ровесники. Появление в доме Деда Мороза и Снегурочки у Даши вызывало удивление. Но когда гости стали доставать подарки из мешка, девочка обрадовалась. Ведь там были сюрпризы и для неё, и для её старшего брата Миши. А передали их земляки. Что у нас тут ещё? А вот это будешь крести. И вот, ещё властелин. Всё классно. Тебе база, то есть при стойке. Вот, и ещё? Так, да. И тебе тоже сыпочка. Поздравил Дашу и её брат, а также председатель Литской районной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Марсов. Он вручил новогодние подарки и материальную помощь семье. Радости детей не было границ. Да их родители были приятно удивлены визитом щедрых гостей. Они благодарили всех за такое внимание. Спасибо всем, кто сегодня к нам пришёл. Спасибо Деду Морозу, Снегурочке за такие прекрасные подарки детям. Спасибо за внимание, за поддержку. Всех с наступающим Новым годом, всего самого наилучшего. Верьте, в чудеса не сбываются. Брата Даши настолько переполняли эмоции, что он согласился дать первое в своей жизни интервью. Спасибо всем взрослым, что подарили нам такой праздник. И вам всем с Новым годом. Внученька, ты знаешь, что детки, у которых мы побывали, прежде всего запомнятся мне своими улыбками. Да, дедушка, мне тоже очень понравились и Никита, и Даша, и их братья. Но у нас ещё есть работа, впереди много адресов. Да-да, внученька, смотри, мешочек наш уже почти пуст. Так что самое время наполнить его подарками от наших личан и отправиться в новое путешествие. Оставайтесь на телеканале Лида ТВ, и завтра вы узнаете, куда мы поедем дальше. Благотворительная акция «Навык добра», приуроченная к рождественским и новогодним праздникам и инициированная Гродненским областным отделением Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд» продолжается. Добровольные пожертвования будут направлены на укрепление материально-технической базы Лицкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, который посещают ребята со множественными тяжёлыми нарушениями. Тему продолжит Оксана Банцевич. Ответ вообще нет? Жёлтая. Хорошо. С дошкольного возраста и до совершеннолетия. Деятельность работников Лицкого районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации направлена как на обучение детей с тяжёлыми множественными нарушениями – аутизм, интеллектуальная недостаточность, ДЦП, нарушение зрения и слуха, так и на оказание им коррекционной помощи. Укрепить и разнообразить материально-техническую базу центра и тем самым доставить ребятам новые впечатления накануне рождественских и новогодних праздников взялось Гродненское областное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд». Его сотрудники инициировали благотворительную акцию «Навык добра». Пожертвования будут направлены на приобретение оборудования для кабинета физической реабилитации, центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также на благоустройство его территории. Мы надеемся, что деньги, которые будут собраны, позволят еще более расширить возможности центра. Будут приобретены игрушки, детектический материал, а также будет современное оборудование. Мы очень всех благодарим, кто принимал участие в акции и кто еще будет принимать. Спасибо всем за доброе сердце. Оказать необходимую помощь детям-инвалидам лечане готовы. Вот и на этот раз коробка с пожертвованиями не осталась пуста. К благому делу подключились добровольцы из числа лечан, а также организации, предприятия и учреждения. Привлечь же внимание к проблемам детей, нуждающихся в особой заботе и внимании, помогают волонтеры 4-й школы. В средней школе номер 4 функционирует волонтерский отряд «Милосердие». Мы тесно сотрудничаем с коррекционным центром, поэтому, когда Белорусский детский фонд объявил благотворительную акцию «Навык добра», наши ребята с удовольствием принимают участие в этой благотворительной акции. И уже не первую пятницу мы присутствуем в магазинах, привлекаем покупателей, которые откликаются на наш призыв поучаствовать в этой акции, с удовольствием принимают участие. Ну и ребята, понятное дело, также получают массу удовольствия и впечатлений от проводимой акции. Многие люди откликаются и даже ложат немалую сумму, и нам очень приятно это, и мы рады, что они откликаются на наши просьбы. Областная благотворительная акция «Навык добра» продлится по 21 декабря. Желающие принять в ней участие еще могут сделать пожертвования, посетив торговые центры в Лиде в пятницу. Все меньше времени остается до долгожданных праздников. Многие озадачены тем, что положить под елку и в чем встретить эти самые праздники. Некоторые лещане едут в областной центр, столицу и даже за рубеж за покупками. А бывает, что именно из-за границы едут в Лиду за качественной одеждой. Достойными вещами и ценой привлекает стильный дядя. Заинтересовала? Тогда смотрите следующий сюжет. Очень любят немцы покупать эту марку. Существует в Берлине целый магазин. Татьяна Павренко о мужской одежде знает больше, чем те, для кого она предназначена. На 25 лет одевает противоположный пол с ног до головы. Нередко проходивший мимо любопытный прохожий становится постоянным клиентом. А придя, к примеру, за шарфом... Готов купить и брюки, и шарфичек, и рубашечку, и курточку присмотрит себе. Всегда стильные модные пиджаки. Татьяна выбирает для магазина только модные вещи. Опирается прежде всего на вкусный стиль. Владелица магазина знает, откуда можно привезти товар достойного качества, под достойной цене. Мы всегда ездим на выставки. И в Турцию вот уже 25 лет. И стали посещать Китай. Почему? Потому что Китай все равно является ведущим производителем по верхней одежде. Отстает в текстиле. Но текстиль еще никто не превзошел в Турцию, потому что там заказывают абсолютно все страны мира. В магазине представлены в большом ассортименте также нижнее белье, джинсы, рубашки, шапки, пальто, куртки. Чудесные вещи, экспортируемые в Европу. Шерстяной свитер с мехом. Стоит недорого – 125 рублей. Европейцы очень любят такие модели. Потом очень хорошая фирма «Маратон». Некоторые заходят в магазин просто ознакомиться с новыми трендами сезона. Здесь глаза разбегутся у любого требовательного покупателя. От гламурного подростка до статного пенсионера. От самого тощего до не в меру упитанного. Очень хорошая, красивая лекала. Лекала работают итальянцы и работают французы в основном. Каждый должен быть произведением искусства или носить на себе произведение искусства. Татьяна уверяет, что это и не так дорого, как принято считать. Владельца магазина гордится тем, что ее «Стильный дядя» одевает и публичных людей, среди которых известные артисты. Формула успеха – хорошее качество, доступная цена, умноженная на бесконечное внимание. Мужчины одеваются тоже стильно и красиво. И я буду всегда их рада видеть и делать им хорошие скидки. Магазин «Стильный дядя» расположен в Лиде по адресу улица 7 ноября 15 за мини-рынком «Панорама» и в торговом центре «Континент» место Б8. У зрителей телеканала Лида ТВ есть уникальная возможность поучаствовать в новогодней викторине и выиграть денежный сертификат на приобретение товара в магазине «Стильный дядя». Для этого необходимо дозвониться в прямой эфир, ответить на несложные вопросы ведущего и забрать приз. Также в новогодней викторине по традиции будет разыграна роскошная стеновая панель от компании «Албека Групп». Панели для внутренней отделки помещений появились на строительном рынке достаточно давно, однако широкое распространение такой материал получил относительно недавно. Стеновая панель – это вид декоративной отделки, применяемой на кухне между столешницей и навесными шкафами, а также в других помещениях в доме. Компания «Албека Групп» является первым поставщиком в Республике Беларусь стеновых панелей на основе МДФ с фотопечатью. Главными преимуществами данных панелей являются высокоглянцевая поверхность, не нуждающаяся в специальном уходе, легкость установки, не требующая определенных навыков. Панели выдерживают температуру до 180 градусов, не выгорают на солнце и намного дешевле аналогов из стекла. Компания «Албека Групп» осуществляет оптовую и розничную продажу товара. Ассортимент панелей включает в себя свыше 100 декоров складской программы, из которых даже самый требовательный покупатель сможет подобрать дизайн, удовлетворяющий его вкус. Ассортимент товара просто огромен, поэтому клиентам удобнее всего будет ознакомиться с продукцией в интернет-магазине KDM24BAY. Сделать свой выбор можно, не выходя из дома. В конце выпуска новости спорта. После перерыва возобновились матчи в рамках чемпионата страны по хоккею в экстралиге. Матч очередного тура вчера на домашней площадке провели и игроки хоккейного клуба «Лида». В противостоянии с командой «Динамо» молодечно, нашим хоккеистам удалось в каждом из периодов по разу огорчить голки пера соперников. Свои ворота рыцарям удалось оставить сухими. Победа «Лиды» со счетом 3-0. После 32 матчей она занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. Это все на сегодня. Встретимся на канале «Лида ТВ» завтра в 19 часов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин